Им доверяют самое дорогое и сокровенное. В каждом письме человек отсылает частичку своей души. Работников почтовой службы с профессиональным праздником поздравил глава округа Андрей Иванов и вручил им благодарственные письма за добросовестное выполнение своей непростой работы. Это не только работа, это еще очень важная социальная миссия. Потому что для многих наших жителей, это ветераны, это пенсионеры, это люди с ограниченными возможностями, почта и почтальон – это единственная связь человека с государством. И вы эту миссию вот так бережно несете, с душой. Почтовые отделения, как и сами работники, идут в ногу со временем. В последнее время ведется активная модернизация и внедрение новых технологий в этой сфере, что значительно упрощает работу и ускоряет доставку почтовых отправлений. Я вам покажу, как это работает. Берем стопочку писем. Выгружаем. В 2021 году в Одинцовском округе полностью преобразилось 9 отделений почтовой связи. План на 2022 год включает ремонт еще 7. Модернизация идет и скоро Почта России будет напоминать скорее МФЦ, а может быть даже где-то лучше и большее количество услуг будет представлено. Уже в этом году государственные и муниципальные услуги в отдаленных населенных пунктах в поселке Санатория имени Герцена, деревне Хлюпино и селе Немчиновка будут предоставлены в цифровом виде на базе почтовых отправлений. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.